Знаете, я вчера оставила начало из моих дипломов, да, только кусочек оставила из школы. Да, реально, я возьму что-то и могу часами рассказывать. Я просто к тому, что мне реально всегда нравилось, и это делать, учить. И начала я, так сказать, обучать стихам Серёжу, брата своего по маме. На полном серьёзе я до сих пор помню все стихи. Учили мы Чуковского, и, вы знаете, Серёжа сейчас заикается. Я вам скажу, что до 10 лет, вот пока, до 11, пока я не сбежала от мамы в 93-м году. Артур родился в 92-м, в 93-м, сразу после Кристин, которые я устроила на момент день рождения, потому что я делала всегда её, я её поздравляла, я всегда была как мама, а мои, конечно, никто меня, вот, ну, не было заведено поздравлять. Ну, не в этом дело, а дело в том, что Серёжа до 11 лет не заикался. Говорю я вам, та, которая всё время проживала, была постоянно, вот, постоянно, знаю, что там происходило, знаю, какими спортами он занимался, одним-единственным, всего лишь один год, карате, и знаю, где это было, видела его тренера, потому что я сама его возила, вот, с 10 до 12 лет это происходило. В общем, он родился, он не заикался. Что произошло после 11 лет, я, так, не в этом дело, вот, когда у меня родился Артур, ну, просто это для другой темы, когда у меня родился Артур, тоже именно я занималась его здоровьем, занималась его едой, занималась абсолютно всем, и одеждой, и колясками, потому что, ну, вот, других это не волновало. Так, не хорошо, не плохо, но так получилось. Теперь смотрите, я лично жила с ним до 6,5 лет, и потом вот у меня было расставание, я уехала в Аргентину, улетела в декабре, в октябре я назад прилетела проведать его. Смотрите, до 6,5 я занималась с ним, он знал огромное количество стихов. Огромное, кто выучил, я, естественно, выучила, больше никто, и воспитывали мы, значит, я была, ну, не сразу мы расписались Саше, когда Артуру 2 года было, то есть в 94-м году мы с ним расписались, но с 92-го до 94-го Артур вот был Павлова. И вся ответственность, я просто к тому, вся была на мне. Саша ни одного стиха с ним не выучил, он его брал несколько раз на рыбалку, вот, ну, после этого он вырловил золотых рыбок. Саша его обучал физически, там, на 16-й этаж подниматься, чтобы мне не пришлось и ребёнка тащить, и коляску, когда отключали свет, ну, в общем, такой мазохизм был, хотя у меня квартира была на Осипова, в билетаж. Я просто к тому физическими, да, он какими-то нагрузками занимался с ним, но вот всё, что касается чтения, книг, развлекаловок, это всё я придумывала. И вот, и Серёжа, и, так сказать, я веселуха, я тот именно клоун весёлый, и я то же самое проводила вот с моими мелкими детьми. То есть у меня не просто лозунги, а вот я покупала куклы для кукольного театра, мы ставили, причём годами, я покупала какую-то, находила какую-то дешёвую, там, практически бесплатные какие-то кухни, детские я имею в виду. В общем, всё, что касается творчества, всё, что касается детям интересно, всё, что касается вот этих барби-домиков, всё, что касается машинок, лошадки, тракторы, вот. Стив стихи не учил с детьми, но, знаете, он меня научил очень интересному. Во-первых, он занимался вот спортом в основном с детьми, вот нам ник, его племянник там мячик подарил Даниилу, и Стив там самого маленького его вот веселился, и такой вот, там, мы на самолёте летим, вот у нас так день начинался. В общем, всё, что касается со Стивом, это было наше совместное, но вот всё, что касается творчества, творчества, это на мне. Да, у меня тоже спорт, вот тоже было, и там Даниилу и Дженнифер, там, скрипка, и фигурное катание, там, танцы, у Стива другое направление, просто это именно у нас такой творческий тандем. Всё, что касается Саши, что мы делали, я хотела иметь тандем, он категорически, у него такая вот идея была, воспитываем, или ты воспитываешь, или я воспитываю. Но вот со стихами, с книгами, и с программой по подготовке к школе, это было моё. Смотрите, я недаром вот вчера показывала вот эти вот книжки, это программа, программы, которые использовались в 90-х годах, в этих вот, в американских школах. Просто к чему я говорю, вот взять это письмо, моей маме, которой я там зачитывала часть, 2004 год, она вот написала здесь Даниилу такое там послание в конце. Слушай, милый Даник, поздравляю с днём рождения, желаю тебе быть добрым, как будто он недобрый, послушным. Послушным мальчику, послушным, да? Послушным, не любознательным, а послушным. А как он будет пилотом, как он будет там ещё послушным. Вот здесь вот в этих словах, это я читаю именно вот то, что она, то, что она именно хочет, то, что она всё время требовала от меня, именно послушание, послушание ей, как собаки. Сидеть, стоять, лежать, вот этого послушания. А о каком творчестве вообще может идти речь? А знаете что? Вот вырастешь, пойдёшь себе купишь, а мне уже не надо. Мне не надо ни велосипедов, ни карандашей. Желаю тебе быть добрым, послушным, умным. Это ему тут пять лет. Я поэтому про эти все книжки... Вы знаете, какое количество стихов знал в пять лет? И какое количество стихов знал Серёжа благодаря мне? Мне не нужны ни памятники, ни призы. Это всё, знаете, как есть такая восточная мудрость, сделать добро и выбросить её в море. А напоминать, а почему нет? Когда уже вот она же меня заблокировала. Не я же. Мне уже что? Умным, смелым, весёлым, красивым. Будь помощником мамочки и папочки. Хорошим братиком Дженночке. Скажите, пожалуйста, вроде бы звучит-то так, да? Это, вот это. Человек написал, который представляет себя педагогом, который понятия не имеет вообще... А я всё время на связи была. Я звонила каждую неделю. Я всё время... Я докладывала. Я всё докладывала. Я сейчас не докладываю. Хоть она и... Я раньше докладывала. Ну, там, всё, вот, знаете, как собака отчитывалась. Теперь просто не докладываю, потому что, чтобы время не терять. Я всё равно нету смысла. Смотрите, вот эти вот все книги, вот эти все книги, я всё с детьми проходила. И они всю эту программу знают. Пятый класс сейчас у Дженнифер. Это материи изучать. Два дня назад она... Это ей сейчас 11. Два дня назад она мне пришла и сказала, мам, ты знаешь, так интересно, я вот узнала сегодня. Нет, я вот... Оказывается, что если тебе 18 лет, то можешь законно... Не даром я вчера про политэкономию, про совправо ставила, про законность. Значит, доросла она уже. Значит, плоды дали сами по себе. Законно можно удочерить или усыновить ребёнка 17 лет. Всё, с ней уже в этот момент можно говорить именно о законности. Тут же в этот момент я и рассказала в нашу конкретную ситуацию. Деталь такую о одном из нашей... О человеке из нашей семьи, именно о законной стороне, которую я раньше не затрагивала. Вот. И я говорю, это очень важно, знать законы, чтобы не быть социопатом. А вам поняли? Пришло, значит, момент, я раз и сказанула. Вот здесь вот вроде бы никакого греха нету. Простите меня, если мне так написали, и у меня такое сразу. Сейчас поставлю вторую часть.